Аль Фадия родом из Сенегала, живет в Гамбурге. Успешен в модельном бизнесе. Но даже успешно начав карьеру, уверяет, что постоянно сталкивался и продолжает сталкиваться с дискриминацией из-за цвета кожи. История, как их много. Одна из них связана с походом с друзьями в клуб. Они всегда говорили, нет, это не получится. Одно это уже звучало жестоко. У нас не было ни единого шанса попасть туда. Даже если бы мы в клуб отправились, то не смогли бы пройти из-за паспорта. Мы носили тогда такие паспорта, и нам всегда отвечали отказом. Это было огромной проблемой в юности. Но и позже, уже начав карьеру модели, Альфа не раз сталкивался с различными отговорками или отказами. Извините, но у нас нет для вас заказчиков. Или вы потрясающе выглядите, но попробуйте, может, в Нью-Йорке. И вот тогда я говорю, привет, я здесь, в Германии. Я здесь учился и хочу здесь делать карьеру и добиваться успеха. Это как раз те моменты, когда тебе впервые из-за твоей внешности, на самом деле, показывают предел твоих возможностей в карьере и в твоем будущем. Альфа воспринимал это как расистское исключение. Но подобные истории довольно часто встречаются в Германии. Каким бы разнообразным и многонациональным ни было немецкое общество, каждый, кто имеет другой цвет кожи или носит головной платок, рано или поздно сталкивается с расизмом. Причем как в Берлине, так и в других землях. По словам аналитика Джихана Синанаглу, 90% населения считают расизм проблемой в Германии. Хотя, конечно, в основном это касается представителей меньшинств. Цифры нам четко говорят. Расизм — это не маргинальное явление, это то, что влияет на общество в целом. Школы, полиция, рынок труда и недвижимости — вот некоторые из наиболее важных областей жизни, где чаще всего можно встретить расизм. Те, кто нуждается в помощи, могут обратиться в десятки консультационных центров. Столько их в одном только Берлине. Все они финансируются государством. Конечно, здесь мы встречаемся с этим постоянно. К нам обращаются люди, перенесшие травму на почве расизма. Они травмированы расистскими высказываниями или враждебными действиями. Это приводит и к расстройствам физического характера. Бессонница, панические атаки. Расизм, и с этим соглашаются сотрудники гуманитарных организаций, политики и учёные, не индивидуальная, а структурная проблема, причём которая была вчера и по сей день, к сожалению, остаётся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...